Сельское хозяйство Сургута развивалось не спеша. Крестьянский труд при этом главенствовал. Часть того, что выращивали, сдавали в совхозы. Что-то оставляли себе. На дело обрабатывали довольно поверхностно, поскольку скоротечное северное лето и агротехника тех лет не позволяли культивировать многие культуры. Главенствовали картофели и зелень, реже садили морковь, репу, редьку и огурцы. Занимались сургутяне с большим удовольствием рыболовством. В середине прошлого столетия сельское хозяйство обрело централизованную форму. В мае 1966 на базе укрупненного колхоза «Путь Ленина» создали совхоз «Сургутский». Первым его председателем стал Георгий Кушников. Через год куратором хозяйства стала НГДУ «Сургутнефть». Его интерес был в снабжении своих производственных коллективов. В 1967-м построили коровник на 200 голов. Так, учитывая отсутствие круглогодичной транспортной связи с большой землей, Сургут частично обеспечивался продовольствием. Комплексы развивались, но рос и город. В 60-х просевы зерновых практически повсеместно прекратились. Среди причин короткое лето – подверженность паводку, что ухудшало свойства грунта, а потребность в продуктах росла. В 70-е годы Сургутский совхоз построил птицефабрику. Появился тепличный комплекс, который давал урожай до 15 килограммов с одного квадратного метра. В 80-м среднестатистический сургутянин получал со счет местных ресурсов всего 9 килограммов мяса, 41 литр молока и 40 штук яиц в год. Кардинально эту ситуацию можно было переломить, развивая сельское хозяйство. Однако в условиях севера и изменившегося строя делать это оказалось невыгодно. В рыночной экономике себестоимость местных товаров кратно выше привозных. Появившееся авиа и железнодорожное сообщение это доказали. Подтвердил это и единственный оставшийся совхоз северное, тепличный и свиноводческий комплексы. Предприятие юридически образовалось в 93-м и просуществовало 20 лет. В 2013-м его решили закрыть из-за убыточности. Окончательно процесс банкротства завершен лишь в 2022-м. Сегодня сельское хозяйство сургута ограничивается лишь редкими частными компаниями, производящими в основном грибы, траву и микрозелень. А еще усилиями дачников. Садоводы делают это скорее удовольствие для. Поскольку ежегодные траты на удобрение земли и микроэлементы множат себестоимость продуктов как минимум на два.